Но так бывает, так бывает, и я думаю, что многие могут меня понять. Хорошо, что ты это раньше, я тоже очень рада, что я это понимаю, и что бы не получилось там так у нас, что там дошло бы до брака или до рождения детей, просто, ну, мне бы пришлось тогда воспитывать одной ребёнка, там, тянуть бы этого ребёнка самой, понимаете, если бы была бы семья и я бы родила от него ребёнка, мне пришлось бы самой работать, самой бы воспитывать этого ребёнка, самой бы тянуть его, это очень сложно, я бы не справилась, ты очень хорошая, милая, красивая, душевная девушка, у тебя всё будет хорошо. Спасибо, мои родные, я вас очень сильно люблю, мои девочки, у меня самые лучшие девочки, у меня самая-самая тёплая, самая лучшая аудитория, серьёзно. Как не зайди, всё о Гобозове, вы знаете, я тоже в шоке, задают вопросы про него, и как не отвечать про это, потому что он был частью моей жизни, и это нормально, он говорит, не говори обо мне, я говорю, я буду о тебе говорить, ты был, мы были в отношениях, ты был моим мужчиной, ты был частью моей жизни, буду, хочу и буду говорить, всё, мне пофигу, говорю, о чём хочу. Наверное, ещё с ней нашлась та девушка, которая его прям зацепит, всех он типа любит, и надёшь лучше. Машуля, ты встретишь ещё вторую половинку, всё будет хорошо, однозначно. Видишь, мама была права, когда говорила тебе, что верят Алиане. Да, да, моя мама, кстати, верит Алиане. Привет, как дела? Всё отлично. Когда ты на дом? Если честно, вообще пока не планирую на дом. Сегодня, кстати, у меня был прямой эфир с Мартинчиком, получилась вообще чисто случайный прямой эфир. Он вёл его, я зашла к нему, он говорит, давай подсоединяйся ко мне. Мы там немножко пообщались и начали писать, что ждут нас на дом 2. Но если честно, ему уже 40 лет, а он не научился контролировать свои эмоции. Но львы в основном многие такие, очень тяжёлые. Живу одна, приветик. Всем привет. Я вот уже сегодня жаловалась в начале эфира о том, что меня отправили в теневой бан, и я очень сильно расстроена. Не знаю, как с него выходить. И поэтому сегодня не было никаких сториз, ничего не было. Но я не курю сигареты. Я курю вот эти всякие HQD, Гло, могу Айкос, кстати. Я уже придумала задание Мартинчику. Отлично! Девочки, давайте, чтобы он мне 101 роза подарил. Это ладно, айфон, не будем ничего не попросить. Это как бы не Мартинчику, но 101 роза. Не будем его напрягать. Машуль, привет, у меня к тебе просьба. У меня у дочки 5 ноября день рождения. Не могла бы ты сейчас её поздравить с наступающим день рождения? Это очень редко, когда она со мной смотрит в тюфер. Прочитай про тебя в конце, я прочитала взлук. Молодец! Как зовут вашу доченьку? Я, конечно, её сейчас поздравлю. Мне 25 лет. Боже, 25 уже лет. Вообще. Даже не верится. Всем привет, кто подсоединяется, мои хорошие. Спасибо. Ангелина Прокушева. Надеюсь, что я правильно произнесла фамилию. Я от всей души поздравляю тебя с наступающим днём рождения. Желаю тебе всего самого-самого наилучшего в жизни. Исполнение всех твоих заветных желаний. Будь счастлива. Расти здоровой, успешной, счастливой девочкой. Желаю тебе встретить свою любовь и быть самой-самой счастливой девочкой на планете Земля. Обычная домашняя обстановка. А какая у меня должна быть обстановка необычная домашняя, если я сейчас нахожусь дома? Да, пусть Мартинчик сделает приятности, тогда подпишусь на него. О, обязательно, обязательно. Он же как раз заинтересован в том, чтобы аудитория на него подписывалась. Он говорит, твоя аудитория меня не любит, я тебя обижала. Я говорю, ну конечно, за что они будут тебя любить? У вас не было никогда клещей на лице? Был клещ дважды. Это, кстати, тоже вызывает прыщики на лице. Я лечила клещ два раза. В 16 лет у меня был клещ, я его вылечила. И потом, в 18 или 19 лет у меня тоже был клещ, я его вылечила. Лечение клеща немножко отличается от акне. Но в принципе есть очень много средств, которые хорошо подходят для лечения акне и для лечения клеща. Просто клещ лечится намного проще, чем акне. Клещ, это легко, когда ты понимаешь, а у тебя клещ, тебе просто нужно посидеть там 3 месяца. Можно посидеть только на диете или 4 месяца, пропить такие таблетки, поделать масочки, поделать разные уходовые средства. И у тебя все проходит, в принципе. С акне, конечно, лечение идет намного дольше. Реально намного дольше. Еще я поняла, что лечение акне, это еще душевное лечение. Машуня, ты обещала посоветовать мне крем увлажняющий. Пью таблетки акне Кутан. Так, крем я вам показывала в сториз его. Нужен крем с витамином А и с витамином Е скинтек. Он стоит в аптеке, он стоит рублей 300. Реально, я когда пила Сатрат, я мазала Син, 300 рублей всего лишь в аптеке, но он очень классный. Демодекоз клещ есть такое заболевание. Я просто все знаю про кожу. Мне даже говорят, что мне нужно было быть дерматологом или косметологом. Я реально, девочки, даже не представляете, сколько информации я знаю по этим всем вопросам. Покупаешь вот этот крем и увлажняешь утром и вечером. Плюс, вот я сейчас хорошо пользуюсь, мне нравится косметика Локситан. Плюс еще у меня есть одна корейская косметика. Я вам тоже потом сниму сториз отдельно, покажу. Тоже там прикольные увлажняющие штучки. Потому что когда вы будете пить акне Кутан, Сатретро, Кутан, это в принципе все одно и то же. Просто разный произведитель, вещество одно действующее. Кожа очень сильно сохнет. В принципе все слизистые оболочки невероятно будут у вас сохнуть. Я помню, как у меня просто жутко сохли губы. Они просто невероятно высыхали, когда я пила эти таблетки. Поэтому нужно максимально-максимально все увлажнять. Крем, как называется, по-моему он SkinTech называется. Но я вам его неоднократно показывала в сторис и еще могу показать. Я делаю уколы от клеща на лице. Надеюсь, избавлюсь от него. Какие вы уколы делаете? Потому что клеща, уколы, я не думаю, что хорошо делать при клеще. И чистки нехорошо делать при клеще. Потому что тем самым вы его как бы размножаете на своем лице. Лучше делать криомассаж. Крио процедуру очень круто получаю, очень клево. Еще есть мазь, которая называется Ямп. Это самая лучшая мазь от клеща. Это, короче, ее купить можно в магазине для животных. Как бы это странно ни звучало. Она стоит 100 с чем-то рублей. Но это самое действенное средство. У нее запах ужасный. Вот честно, ужасный. Потому что там сера, там дегтярное вот это вещество. Короче, запах ужасный. Вы наносите на ночь тонким слоем, ложитесь спать. Кожа, конечно, сохнет. Потом будет даже облазить. У меня как после пилинга просто слазило все. Но я вылечила клещ просто. Очень круто. Вот этой мазью. И даже можно таблетки не пить всякие. Просто вот эта мазь, она очень круто лечит. Масло для душа локситан с миндалем. Хорошо увлажняет? Да. Но у меня не для душа масло локситан с миндалем. У меня лосьон для тела. Но он очень крутой. Я не знаю название препарата, но делают прямо в лицо. В составе антибиотики. Антибиотики всегда хорошо. Они будут хорошо у вас получается вот этот гной, вот эту инфекцию убирать. Это хорошо. Но лучше при клеще. Кстати, не рекомендовано делать уколы. И чистки при клеще не рекомендовано. А у меня жестокие шелушения. Не знаю, что такое. Вы сейчас пьете какие-то препараты? Или просто то, что осень? Осень тоже может очень хорошо, сильно шелушиться кожа. Очень хорошо маски помогают. Вот у меня есть... Сейчас скажу, какая маска. Ну вот Локситан у меня увлажняющая и Киллз. Киллз, короче, очень хорошая маска с авокадо, питательная, зеленого цвета. Я тоже ее делала. Неоднократно могу вам еще потом показать. Вы с Сашей уже хотя бы просто общаетесь? Он тебя разблокировал? Ну, мы вчера разговаривали по телефону. Он меня только в телефоне разблокировал. В инстаграме он меня не разблокировал. Чтоб я не видела, как он выкладывает всяких девочек в сториз. Ну, блин, я и так их вижу с других профилей. Поэтому вот это его супер логика. Выложи в сториз, если можешь. Все препараты прикольные. Да, конечно. Вы можете зайти сейчас, перейти на мою страницу. У меня есть несколько постов, которые я посвящала акне. И там я рассказываю о средствах очень хороших, о витаминах, которые нужно пить при акне. Всегда внимательно следите за моими постами, потому что я делюсь там очень много, рассказываю полезной информацией насчет акне, насчет лечения, ну и плюс сториз. Я очень часто поднимаю этот вопрос. Я рассказываю и про питание при акне, и средства, которые очень классные. Поэтому следите с удовольствием, читайте. Я делюсь всегда всем самым лучшим, всем проверенным, потому что я очень долго страдала этой проблемой. Я уже знаю, какое средство хорошее, какое нехорошее, какую мазь нужно купить, чтобы за сутки у тебя подсужился прыщик, у тебя завтра важное мероприятие. Маш, какие-то книги сейчас ты читаешь? Я сейчас читаю, ну я все время читаю несколько книг, по чуть-чуть, чтобы в каждой книге какую-то информацию черпать. Читаю сейчас «Очарование женственности», и вот у меня лежит книга «Думай богатей». Я, конечно, ее читала уже два раза в своей жизни, но ее можно читать хоть миллион раз в своей жизни. Каждый раз читаешь и получаешь какое-то вдохновение. Поэтому вам рекомендую вот эти книжечки обязательно к прочтению. Красавка! Спасибо! Сейчас тоже увлажняю кожу, вот так даже в течение дня. Локситана такая эссенция для тела. Для тела, для лица. Очень клево. Ты красотка, спасибо, ты классная. Мои дорогие, благодарю вас от всей души. Как относишься к Кристине Бухенбауте? Да, в принципе, нейтрально к ней отношусь. На самом деле. Красотка. Спасибо. Всем приветик. Давайте я вам всем помахаю. Ты реально красивая, особенно глазки. Благодарю вас от всей души. Мне очень-очень приятно. Мартинчик к тебе собирался? Ну, Мартинчик, я не знаю, он много вообще что собирается сделать. Он такой у нас человек. Интересный. Волосы у тебя пушистые. Да, есть такое дело. Пушистые, объемные. Еще, кстати, я сижу дома, и мне вообще не хочется есть. Я знаю, что надо есть. Я сегодня позавтракала, потому что я пью витамины по утрам, и нужно обязательно покушать, чтобы их пить. Ну, как бы заставила себя. А тут мне вообще ничего не хочется есть. Я не понимаю, почему. Как вы думаете, с чем это связано? Вообще не хочется, если пью только воду и чаи пью. Разные. С ромашкой, с Мальдивой у меня чай, еще крутой, с жасмином. Ну, че? Ну, конечно, пью тупо чаи. И воду. Вообще не хочется есть. Привет, дорогая, как ты? Привет, моя хорошая, все хорошо, как твои дела? Не знаю, что со мной происходит. Привет, Машуля, привет, 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 мои хорошие. Сколько ты весишь? Вообще я вешу много сейчас. Я прям так поправилась. Вешу 57 килограмм. Нормально, да? У меня рост метр семьдесят. Ну, я такая стала прям сочная девочка, сочная украиночка. Апатия, может быть? Наверное. С хубозовым спелкуешься? Так я тут бачила украинскую мову и пытание. Ну, я, как сказать, винмана заблокировала у всех социальных сетях. Забыл, кстати, на украинском социальной сети. И зараз мы на спелкуемость. Вчера мы балакали по телефону и все. Все весь максимум наших успелкуваний. Мария, ты стала принцессой. Принцесса. Спасибо. Реально я изменилась после Дома 2? Мне очень многие пишут, что я стала другой после Дома 2. Прям очень много сообщений, получая, что я изменилась после Дома 2. Вы тоже это заметили, мои хорошие? Рост метр семьдесят. Весом, сказала уже, 57 килограмм. А у меня все наоборот, кушать хочется. А мне наоборот не хочется вообще. Я себя заставляю поесть. Я знаю, что, блин, надо поесть. У меня столько продуктов. Я просто переживаю, чтобы они не портились. Но я понимаю, что я не хочу вообще есть. Представляете? Тупо чай пью. Чай с ромашкой, кстати, очень хорошо помогает. Потом жасмин. Вот это все, короче, как бы пью. Так, сейчас я воду себе возьму. Вот. И вот-воду пью. Всем махаю. Я тоже набрала шоколадки. Все, девочки, мне вообще не хочется. Не знаю, с чем это связано. Не надо, не делай ошибки с мартинчиком. Боже, что я могу сделать с мартинчиком? Я же с ним просто общаюсь. Я же с ним из-за него замуж не выхожу. Детей с ним не крещу. И не рожаю от него детей. У тебя есть официальный фан-аккаунт? Да, есть. Дэвидова Краш. Подписывайтесь. Смотрите. Ведет потрясающая маленькая хорошая девочка. Очень хорошая. Я ее прям люблю. Обожаю. Так что можете смотреть. Она ведет обо мне мою страничку. Как вас не любить? Я вас очень люблю. Саша сейчас не вместе. Да, мы не вместе. Хорошо. Все, в Москве. Ты что, зай, на дом 2 собралась? Нет, пока не планирую на дом 2. Главное слово пока. Потому что жизнь, я говорю, такая предсказуемая. Сейчас я не хочу. А потом через месяц я могу понять, что все, мне надо идти на дом 2. И пойду тогда, если. Правда, что после того, как вылечиваешься от креща, нужно избавиться от всех кистей для макияжа? Да, все правильно, которыми пользовались во время болезни. Плюс вы должны каждый день менять наволочки и гладить их. Прям реально гладить, прям, чтобы они такие были горящие. Это очень важно. Реально. Потому что клещ, он живет в косметике, он живет в пудре вашей, он живет на ваших кисточках. Поэтому я всегда выкидывала. Выкидывала. И до сих пор у меня осталась такая привычка. Я глажу наволочки. Я часто меняю наволочки. Реально, вот, ну, когда у меня было акне, я вообще, короче, я даже в гости, если я ехала к подружке, помню, ночевать, я ездила, короче, со своей наволочкой, чтобы вы понимали. Да, лицо изменилось. Изменилось после проекта? Да, изменилось. Хорошо, хороший, странно. Не поняла. Женственная, молодец, умничка, спасибо. А если Мартинчик предложит тебе встречаться, ты согласишься? Слушайте, для того, чтобы Мартинчик предложил встречаться, Мартинчик должен стать надежным. Если Мартинчик не будет надежным, то я не буду с ним встречаться. Зачем мне ненадежный парень? Вот и все. Мартинчик симпатичный, он веселый, прикольный, но этого мало для построения отношений. Мне нужна надежность и стабильность. Если он не готов будет мне этого предлагать, то отношений как бы с ним не будет, понимаете? А я думаю, вряд ли, что Мартинчик мне предложит стабильность и надежность. Маникюр клевый. Спасибо. Ты с кем-нибудь сейчас встречаешься? Секрет. Делай какой-нибудь презент своему фану, она будет очень рада. Кстати, отличная идея. Обязательно сделаю. Кстати, да. Малышка, я тебе обязательно, вот все сейчас слышат, я тебе обязательно отправлю подарочки. Реально, она так старается. Вот, блин, как я сама не додумалась, реально. Представляете? Вот я иногда такие простые вещи могу. Реально, обязательно нужно отправить посылочку моему фан-аккаунту. Я ее очень сильно люблю. Юлечка, приятно, хорошая. От теней, ну от теней я не избавлялась. Но вообще говорят, что надо избавиться от всей декоративной косметики, которой вы пользовались во время, когда вы болели клещом. Общаешься с кем-то с Дома-2? Да, общаюсь и со многими, кстати, как ни странно. Хоть у меня говорят, что были там не очень хорошие отношения с коллективом, так получилось, что я общаюсь со многими. Машуль, ты каким шампунем пользуешься? У меня два шампуня, которые для объема Чоколока, такой красненький, бессульфатный, и еще один с умной пропитки. Я потом сфотографирую, тоже для объема. У меня два шампуня бессульфатных и для объема. Обязательно пользуйтесь бессульфатными шампунями. Пользуйтесь профессиональными шампунями. Не пользуйтесь вот этими шампунями, которые из магазинов, типа понтины, всякие хендер-шонтерс, вот эти все. Не пользуйтесь, не убивайте ими волосы. Они стоят, я знаю, 200-300 рублей, но чистые оленины вы ими убиваете волосы. Лучше не поскупитесь и купите себе хороший шампунь. В том же Локситане есть хороший шампунь, в профессиональной косметике, потому что это ваши волосы. И обязательно вкладывайте себе. Уже придумала подарок для Катюши и Артура? Нет, вот я думаю, ребят, посоветуйте, что им подарить. Я не знаю, что подарить. Я сначала думала, короче, просто деньги подарить. Потом думаю, ну деньги, да, это как бы нужно, но это банально. Нужно же что-то такое памятное. Может быть, вы посоветуете мне, что им подарить на свадьбу? Я не знаю, я думаю, может, какую-то посуду им прикольную подарить. Это в быту всегда пригодится. Не знаю, какую-то прям очень крутую, красивую. Какие-то чашечки там, ну знаете, именно набором. Я, короче, не знаю, что им подарить. Как вы думаете, что ребятам, что подарить молодожены вообще, что дарят на свадьбу? Как изменилась твоя жизнь после проекта? Какие ты выводы сделала? Да, иду к ним на свадьбу, меня Катюшка пригласила. Выводов сделала очень много. Реально, проект меня научил просто очень многим вещам, невероятным вещам. Я стала намного сильнее. Я научилась не обращать внимания на то, что говорят. Но училась не обижаться на негатив, как я обещалась раньше. Раньше я была вообще супер такая, знаете, в мою сторону. Так не посмотри, я уже обижусь. Сейчас я спокойно отношусь ко многим вещам. Мне стало пофигу на много. Я стала свободно относиться к многим вещам. И в тот момент, когда я поменяла отношения, Вселенная заработала вообще по-другому. И в моей жизни стали происходить просто невероятные волшебные вещи. Стали осуществляться мои мечты, мои желания. Стала получать крутые подарки. Просто снизилась степень важности на то, что я обращала внимание до. И Вселенная просто начала осуществлять все мои желания. Так. Пользуешься танк-тизер. Что такое танк-тизер? Расскажите мне, пожалуйста, я не знаю. Подари портрет. Кстати, прикольная идея. Кстати, спасибо вам. Прикольная идея насчет портрета. Ты пишешь про хороший. Шампунь. Странно от тебя это слышать. У тебя на проекте были волосы в ужасном состоянии. Слушайте, ну я и тогда пользовалась хорошими шампунями. Просто я не успевала делать уходы. Именно профессиональные уходы. Блонд. Это всегда дорогой цвет. Они всегда, сколько бы ты в них ни вкладывал, Всегда будут сухими. И у меня получается, я помню, был период, закончилась маска для волос. А нас не отпускали. Чтобы мы поехали купили ее, нам нужен определенный день. Я помню, что я только пользовалась бальзамом-поласкивателем. И вот тогда волосы как бы подсушились. Реально подсушились. Вот. Волосы всегда, я бы сколько в них ни вкладывала, Они всегда выглядят. Это же блонд. Понимаете? Это волосы пересушенные, перекрашенные. А кому-то на свадьбу идешь? Кате и Артюру. Я, наверное, запарилась своими вопросами о демодекозе. Обещаю, это последний вопрос. Вот, например, я пользуюсь тушкой для бровей. А на бровях у меня тоже были высыпания. Да, лучше избавься. Лучше избавься, чтобы не провоцировать. Шикарное. Спасибо. Привет. Огромное спасибо за полезную информацию. Вы лучшая. Обнимаю вас. Огромный привет из Ташкента. А я вас люблю. Всегда обращайтесь, ребятки. Я всегда готова помочь каждому из вас. И поделиться той информацией, которой я владею. В чем пойдешь на свадьбу? Какая сейчас тебе нравится пара из дома 2? В чем пойду на свадьбу, не знаю. Это будет зависеть от цвета. Потому что, если Катя, допустим, скажет, что у нас там красно-белая свадьба, допустим. То нужно приходить в красном или в белом. Там, в зависимости. В чьей, в принципе. Ну, я придумала уже, в чем пойду на свадьбу. В каком платье я пойду. У меня есть платье, которое, блин, я надевала все лишь раз. Оно такое, знаете, темно-зеленого цвета. Я хочу купить под него корсет. Будет очень клево выглядеть. Короче, я уже придумала образ. Если по цветам это все пройдет нормально, то пойду в этом образе. Потом, короче, оцените. Скажите, как бы. Как бы ты поступила, если бы все друзья, знакомые тебя бросили даже с днем рождения поздравить? Слушайте, да у меня была такая ситуация. Меня на Дубе-2 никто не поздравил. У меня был день рождения. Я вообще его не отмечала. Еще такой юбилей, 25 лет. Но сделать выводы об этих людях. Не нужно обижаться. Расстраиваться. Впадать в депрессию. Принять это как данность. И делать выводы об этих людях. И все. Понимаете? Я сама, если честно, я смотрю выпуски. Старые. Дома-2. Я очень плохо выгляжу. И реально я там вообще... Ну потому что я уставала, я понимаю. Такой там режим, график. Я иногда реально так забивала. Я смотрю реально. У меня на голове непонятно что. Объема вообще нет. Волосы вот так висят. Боже, я очень плохо выглядела. Я смотрю на себя. Было холодно. И я одевалась просто на лобное. Не важно, сочетается, не сочетается. Главное, чтобы было тепло. И я помню, как я вот оденусь. Волосы вот так висят. Но, понимаете, для того, чтобы стильные луки сочетать, нужно больше вещей. Я одела с собой очень мало вещей. Мне было лень тащить все вещи. Потому что когда ты дома, удобно. Ты можешь это достать, то достать. На Доме 2 не было всех вещей. И я смотрю реально первые выпуски. Еще это апрель месяц. Я помню, сижу. У меня вот реально волосы такие зализанные. Вообще объема никакого. Нос на все лицо. Косметика. Еще пустакны сильно видно. Я сильно его не гримировала. Я сижу, смотрю на себя, думаю, почему я так плохо выгляжу? Почему я так плохо выгляжу? Реально смотрела. Это, конечно, жесть. Ну вот сейчас, конечно, и кожа лучше. Я бы за ней как бы уже пустакны проходят. И я ухаживаю за ней. Уже намного лучше стало выглядеть в этом смысле. Привет, Рязань. Сейчас ты намного лучше выглядишь, чем на проекте. Вот. Я тоже это заметила. Реально. Представляете вообще как. Наверное, потому что там был очень большой стресс. Очень большой стресс был. Сейчас я отдыхаю больше. Сейчас я больше, знаете, на таком расслабончике. Вот. Медитирую. Медитация очень важна. Видите, мне сейчас медитативно улица. Музыка играет. Потом зажигаю, короче. Вот это у меня такая подставочка для палочек. Смотрите. Я только сейчас поняла, что тут как бы двое. Это пара. Это очень клево. Вот. Нужно все время, чтобы у тебя были вещи. Пары. Пары какие-то. И это, ну, как бы привлекает в твою жизнь пару. Вот. Я сюда ставлю вот свои палочки разные. У меня есть вот такие палочки для медитации. Кстати, я вам их тоже буду дарить. Мне нужно сейчас выйти из тинового бана, чтобы я провела для вас розыгрыш. Так что, ребятки, давайте активнее меня поддерживать в постах. Пишите больше комментариев, лайки. Ставьте реакции на мои сторис. Потому что, я говорю, я сейчас вышла сегодня к вам с пятого раза в прямой эфир. Меня не пускали в прямой эфир. Из-за того, что я сейчас нахожусь в тиновом бане. Вот такие у меня есть маленькие арома. Ну, такие палочки специальные. Я их жгу для медитации. Вот такие вот у меня есть. Я, кстати, сейчас могу их зажечь. Здесь вот разные запахи. Вот это здесь у меня роза и лилия. Очень клево пахнут. И вот тут, смотрите, какой выбор. Палочки реально очень крутые. Я вам тоже их подарю. Такие арома-палочки, когда я буду разыгрывать. Вот сейчас я выберу, не знаю. Давайте синий. Синий я еще не пробовала, не зажигала. Это очень клево. Дома для уюта. Включайте медитативную музыку. Зажигайте свечи. Включайте палочки и начинаете медитировать. Слушать какие-то медитации. Просто расслабляться. Это очень круто. Вот так беру и зажигаю их. Погорят. У меня зажигалка какая-то плохая. Сейчас, смотрите. Блин. Она еще работает. Смотрите. Так. Ну все. И, короче, ставлю теперь сюда их подставочку. Слушайте, запах прикольный. Вот я хочу сказать. Я покупала в Москве такие палочки. Мне не понравились. Вот. Вот так они выглядят. Ставлю вот так на подоконник. Они у меня стоят. И создают такой запах очень приятный, очень клево. Вот. Я хочу сказать, что я в Москве покупала такие палочки. Мне не понравились ужасный запах. Я их выкинула. А на Мальдивах прям удачные я купила. И поэтому я вам тоже. Как тебе, Леша Адеев? В смысле, как мужчина или как персонаж, герой Дома 2? Так. Всем привет. Тут много людей ко мне подсоединились. Всем говорю привет. Всем-всем-всем махаю. Потому что я всех люблю. Где я и кем работаю? Что у тебя в бокальчике? Вода. Работаю я. Ну я педагог вокала. Я преподаю вокал. Плюс я занимаюсь рекламой. Ну это вот чем в последнее время. Нравится айфон 13? Ты будешь брать? Конечно, буду. Ну как? Я же пока мне его подарят. Сама не хочу брать. Могу, но я люблю, чтобы мне дарили. Вот честно вам хочу сказать. Я люблю подарки получать. Маша следишь с проектом сейчас? Если честно, нет. Иногда смотрю какие-то нарезки. Если честно, у меня сейчас мало осталось ребят, которые прям интересны. Лично для меня, как для зрителя. Именно за кем мне интересно наблюдать. Есть люди, которые мне реально интересны. Есть ребята, которых я лично знаю. Поэтому они мне интересны. А вот новенькие, которые все пришли. Я как бы их, во-первых, всех запомнить не могу. Ну меня что-то не цепляют все новенькие, которые сейчас на проекте, о которых я не знаю. Вот. Меня как бы, ну, что-то никто не зацепил. Ну вот Артем, хороший парень, который с Кристинкой встречается из новеньких. Так все остальные как-то, ну не знаю. Не отозвалось мне что-то в душе на них. Вот. За Катей Гориной интересно следить. Как у нее там свадьба с Артуром там. Я реально, я сейчас за него очень переживаю. Надеюсь, что все у них будет хорошо. Дай бог им всего наилучшего. Прекрасно выглядишь. Спасибо. Мужчина, а может и женщина, а может еще кто-то. Я не ставлю, я не ограничиваю вселенную насчет того, что мне телефон или подарок должен только мужчина подарить. Я вообще не ограничиваю. Может это будет не подарок. Может я выиграю в каком-то розыгрыше. Никогда не блокируйте возможности вселенной. Вот я его только себе заработаю. Или мне его только подарит мужчина. Это блокировка. Просто я хочу. Какими способами, как это окажется в моей жизни. Это, знаете, я отдаю на вселенную. На руководство вселенной. Умешь играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Но фортепиано немного. Ты сейчас смотришь Дом 2. Кто тебе больше нравится из девочек? Внешне или по поведению? Кто мне нравится? Да, подарки. Люби все. Люблю подарки. И вы тоже любите. Так, в каком районе живешь? Не буду говорить. Район по секрету. Ну, живу вообще, ну, на север. Северо-западе, можно так сказать. Ты с Сашей общаешься? Ну, вчера по телефону разговаривали. Но у него очень хорошее общение. Он мне не нравится, как он со мной общается. Живу я в Москве. Что, Саша? Да ничего хорошего. И по поведению, и внешне. Нет, нигде, Алтушка. Я живу. Я живу, ну, недалеко от центра. С Брянской хоть на свадьбе у Кати встретитесь. Кто так и не пересеклись? Да мы с ним вот общались. Мы с ним хотели увидеться. Но видите, у нас сейчас карантин. Карантин, как бы, да. Этот локдаун, все закрыто. Поэтому мы с ним не встретились. Но мы с ним вот общались. А скажи, пожалуйста, правду. Если, например, Саша возьмет и тебе заново встречаться предложит. Ты согласишься? Не буду врать, что, конечно, я по нему скучаю. Но, блин, понимаете, я бы с Сашей встречалась, если бы Саша мог предоставить мне стабильность. И Саша умел бы зарабатывать деньги. Он прям умел зарабатывать деньги. Он был такой, все в дом, все в семью. Да я бы вышла за него замуж хоть завтра. Вот реально, если бы он умел зарабатывать деньги. Мог быть стабильным. Мог создать какой-то комфорт. На него можно было понадеяться. У него в нем был, знаете, такой человек для семьи. Да я бы завтра вышла за него замуж. Серьезно. Даже несмотря на его капризный характер. Он такой человек, на его настроение. Я бы по-женски это бы заглаживала. Вообще не вопрос. Вообще не проблема. Показываю маникюр. Но так как он не умеет вот этого всего. Ну как я буду с ним жить, понимаете? Как я буду строить с ним семью? Мне 25 лет. Всем привет. Кто? Аленушка, моя подружечка, пришла ко мне. Маша, у вас были панические атаки? Да, очень долго. Я очень долго страдала от панических атак. И вот даже когда я была на Мальдивах, у меня тоже была там. Маша, ты была в Египте? Нет, в Египте не была. Поэтому не могу вам посоветовать отель. Как хорошо, в Египте, мне кажется, все были. Все были, кроме меня. Вернись, пожалуйста, на Дум-2. Моя ты хорошая, моя ты девочка. Вот. Люблю вас. Люблю. Но не хочу пока что на Дум-2. Не хочу. Мы с тобой точно как сестры. Моя любимая музыка у тебя играет. Да, моя девочка, у меня мезитивная музыка. Я зажгла арома палочки себе. У меня вся такая, вся правильная, короче, обстановка. Такой релакс. Я просто очень люблю такое. Люблю свечи. Я, кстати, ходила в магазин. Хотела купить свечи. Представляете, а он закрыт. Он закрыт. И свечи не купить. И я расстроилась. А вот и не только ты. Я тоже там не была. Да и пять. Подскажи, пожалуйста, как выходить из панических атак? Нужно поработать со своим мозгом. Нужно поработать со своим подсознанием. Нужно перестать бояться. Это непросто. Но нужно принять ситуацию. Нужно поверить в то, что Господь Бог тебя защищает. Что всё хорошо. Что это ты сама создаёшь. Ты должна поверить в то, что ты сама себе эту ситуацию создаёшь. Ты должна взять контроль над собой. И поверить, у тебя всё получится. Аватарка у тебя такая дерзкая. Смотрю, ты милашка. Спасибо. Спасибо большое. Живу в Москве. Ну, конечно, я милашка-няшка. Это точно обо мне. Так. Какой-то вопрос был. Мы тебя очень сильно любят. Были мысли, что Саша изменял тебе? Да я уверена. Ну, именно нет. Во время отношений, когда мы были, нет. Но сейчас я уверена, что у него уже много девушек было. Плюс он живёт сейчас с Оксаной. Вот этой Оксаной. Вы помните её? Он живёт у неё. И при этом всём, как бы... Ну, у меня есть мысли насчёт любой Оксаны. Я понимаю, какие у них отношения. Хотя он говорит, нет, что не такие отношения. Но я чувствую так. И я уверена, что он уже... Хотя он говорит, что у него ни с кем ничего не было. Хоть он не собирается передо мной оправдываться. Но он говорит, что у него ни с кем ничего не было. Я чувствую, что было Я знаю Гобозову, поэтому он такой, знаете Любитель Женщин Я в Москве живу В Питер приезжай, кстати Приеду, обязательно У меня Лилька там живет, поэтому я приеду В Питер, она меня зовет Мы хотим с ней встретиться и поехать куда-то Так, подсоединяются ко мне люди Оксана по-любому хотела бы Он не факт У меня сейчас 20-10 Ну вот Поэтому можете посмотреть Я вот его стори смотрела, я говорю Всяких девочек там выкладывают А почему тебе не понравилось, как Саша С тобой разговаривал? Он тебе грубил? Да, он очень грубо со мной разговаривал Он очень холодно Разговаривал со мной Типа, я не хочу с тобой общаться Овэ, не уговаривается идти Саша Нет, Ольга Васильевна, мне кажется, рада, что мы расстались с Сашей Она, мне кажется, перекрестилась 300 раз Что мы с ним больше не встречаемся Она 100% рада, что мы расстались Вот, ну и, короче, он так со мной грубо разговаривал Говорит такой, типа Я не хочу с тобой общаться Я не хочу там с тобой это Я хочу спать Полярным человеком И хочу научиться петь Полярным вы хотите Или популярным Стать человеком? Ой, я не одна Она с этими паническими атаками Конечно, это у многих девчонок Оксана, это брюнетка Да С которой я говорил, что они родственники Но они не родственники Ты хорошая Спасибо, да Лилька с проектом Мы с ней переписывались Она тоже по мне очень скучает Ольга Васильевна никому, сыночка Ольга Васильевна никому не даст сыночкой быть Мне тоже кажется, что Ольга Васильевна больше Потому что Сашка не с ним Жил в Лермонтове Ну, может быть, какую-то невестку Из Лермонтова Которая там будет Тоже там жить Привет, Сумы А я же как бы его все время На Москву мотивировала И настраивала Саша собирается на Дум-2 Если захочет, его возьмут обратно Не знаю Когда он ушел Я очень просила его вернуть Его не хотели возвращать Маша, я в шоке Мартинчик посмотрел Мои сторис в инстаграм Давай еще ты посмотришь Я буду рада Мартинчик посмотрел Мартинчику, может, ты нравишься Поэтому он смотрит У меня время 23.10 Прикольно Вот Насчет Гобозова Когда он ушел Его, ну, тогда выгнали Я очень сильно просила руководства Чтобы его оставили Вернули И Ну, я бы тогда осталась Если бы Сашу вернули бы на проект Я бы осталась Вот А сейчас не знаю Но он говорит Я с ним разговаривала Он не хочет возвращаться на проект Не знаю Вернут его, не вернут Но я не удивлюсь Если мы Гобозова Через некоторое время Увидимся на Думе-2 И он придет и скажет Что Маша такая плохая Маша опять меня бросила Опять я Как он мне говорит По телефону сейчас Опять я поверил Да Я рассталась с Гобозовым И уже давно, кстати, мы расстались Мы уже достаточно давно расстались Но потом мы с ним общались Потом он меня заблокировал И наше общение Все Ушло на нет Не, мы не общаемся Ну, вчера по телефону разговаривали То это была моя, как бы, инициатива Вот Но он очень грубо разговаривал Мне вообще не понравилось С консом он разговаривает Посмотри мои сторис Никогда Просто мои сторис Никто никогда не смотрит А тут бац И Мартинчик посмотрел Ну все Это очень круто Что Мартинчик посмотрел Может вы ему, говорю, нравитесь Ага, опять будешь меркантильной Сто процентов Сто процентов меркантильной Сто процентов Да мне пофигу, если честно Меркантильная Если людям удобно так считать И уставлять меня меркантильной С моим мышлением Я буду меркантильной Окей Нормально Мне как бы пофигу Как бы Все, кто знает меня лично Знает, какая я Знает, какой я человек Вы знаете, да Уже Вы со мной наблюдаете Общаетесь, да Со мной в тех же Вы понимаете, какая я И какое мое мировоззрение Это с самого начала Было понятно Саша как спичка Зажигается И тухнет Его трудно держать В стимуле постоянно Пусть кто-то другой С ним парится Я не хочу Я не хочу париться Несмотря на то Что я говорю по нему Как по-человечески скучаю Как человечески Он мне близкий человек Да Я к нему очень хорошо Отношусь И уважительно Но Как мужчина Нет Как мужчина Нет Не мое Хотя говорю Ну как бы Я по нему скучаю Я бы рада была Его видеть Я бы рада Его была бы обнять Понятное дело Он стал за это время Моим родным человеком Я не могу Просто вот так Взять и отказаться Человека Как он Отказался от меня Да Вот Поэтому Для меня очень много Непонятное Я говорю Ты говорил Что такая любовь Говорю А потом отказалась В один момент Ну Значит не такая любовь Потому что Настоящая любовь Она никогда не проходит А значит Это не любовь была Я поддерживаю Твое мнение Сто процентов Отлично Отлично Умничка Ты вообще красотка Спасибо Спасибо Мои родные Маша Все хорошо будет Уверена Уверена Мои девочки Уверена Мои хорошие Уже все хорошо Будет еще лучше Нужно Мне заниматься Как бы Творчеством Музыкой Я уверена Маша Где Саша Саша С Оксаной Всем Мы женщины Меркансильные Всем нам нужны деньги Я всегда Говорю мужу И правильно говорите Мы такие Безумно красивые Спасибо Откуда сережки Купила Сама причем Гдави ходила на концерт Нет Гдави не ходила на концерт Потому что у меня не было В тот период в Москве Начала медитировать Помогает Спасибо Реально помогает Девчонки Реально Я вам серьезно говорю Нужно Это очень круто Раскачивать Нашу женскую энергию И потом мы Идем Такие все красивые На нас все обращают Внимание Мужчины хотят С нами знакомиться А мы ничего Вроде бы не делаем Просто медитируем Просто таки Идем Состояние красивое Да Саша планирует Приехать в Москву Он 9 ноября Собирается в Москву Надеется С сыном Встретиться А не гулять Будет по корову А в Москву Он собирает Откуда вы знаете Что он в Москву Собирается Рассказывайте Рассказывайте Мне девчонки Кто знает Какую инфу Давайте Чтоб я тоже Была в курсе Вот мне нравилось Наблюдать На дом 2 За тобой Ренашвили Натальей Прикольно Прикольно Мы такие разные С Наташей А вдруг Дава Твоя судьба Вы так классно Смотритесь вместе Не смущайте меня Ну кстати Что же Реально смотримся Вот объективно Я тоже на видео смотрю Реально Мы как брат и сестра Особенно в профиль Я и Дава У нас прям носы Вообще Мы реально И глаза губые Нос и глаза Прям просто Он говорил В прямом эфире Саше за гребу А когда он Прямой эфир вел Маша Как поддерживать Состояние блонда В домашних условиях Маска Для волос Окрашенных Лореаль Розовенькая Я потом ее Сфотографирую Или видео сниму В сторис Очень круто Помогает Плюс Для блонда Покупайте все Для окрашенных волос Для блонда Маски Специальные Кондиционеры Специальные эмульсии Для волос Это очень важно Очень важно Плюс Да Шампуни должны Которые желтизну Убирают Они обычно фиолетовые Реально похоже с давой Согласна Девчонки Я тоже это вижу И тоже замечаю Вот Я думаю Что все будет хорошо И сейчас Такой у меня Период Какого-то Восстановления Какого-то Отдыха Но Я чувствую Интуитивно Что Прям Будет Короче Что-то такое Я прям чувствую Так Ты покупаешь Какие-нибудь вещи В фикс прайсе Да Я там свечи Кстати покупаю Машуль Тебе нужно развиваться В сфере певицы А Саша Тормозил бы тебя Ты красотка И целенаправленная Это плюс Давай к даве Видно что ты ему нравишься Будем вместе с ним Песни записывать Прошмандовка Типа Игноришь Я не игнорю Никого Я отвечаю Всем на вопросы Вообще не успеваю А на дом 2 Все реально Реально На днях Он зашел К загребе В прямой эфир И там был Виталий Клейлин Ааа Понятно Видите Вы у меня все знаете Вы мне все новости Расскажете Вы меня хоть заблокировали Но вы мне Мои хорошие Все расскажете Мои девочки Мои подружки Я вас всех считаю Своими подружками Я даже не считаю Знаете Там Мои подписчики Я вот вас реально Считаю Всех своими друзьями Мальчиков Моими друзьями Так что Я все время говорю Девочки Мальчики Вы не обижайтесь Вас просто меньше У меня У меня девочек По статистике Я смотрела 87% И остальные мальчики Поэтому Большинство девчонки Волосы блестят красиво Спасибо Конечно Целыми днями Сейчас дома Сижу Тупо ухожу За собой Просыпаюсь У меня утро Всегда с процедурочек Я там Умываюсь Наношу эмульсию Наношу сыворотку Масочку Патчи под глаза У меня каждое утро Масочки делаю Потом лосьончиками Маслами Привезла С Мальдив Кокосовое масло Кстати Вам тоже Буду его разыгрывать Кокосовое масло Он очень клево Для массажа Для кожи Короче Все пока сделаю Все процедурки Потом сижу Такая Одна Дома Вкусно пахнущее Вкусное лицо Блестит Все идеально Кокосовое масло Боже мой Достанется кому-то Такая красава Машуль Выучи 2К Что выучить С кем была на Мальдивах Рассказывала уже С кем была на Мальдивах Была с большой Компанией Ребят Очень классных Ребят Машуль Привет Как отдохнула О Вот так Это кстати В дайвинге Я же дайвингом занимаюсь Вот это у них Не окей показывать Это наверх А вот это Типа Ну вы там общаетесь В воде И вот это знак Типа У меня все хорошо Спрашивают Как ты Окей Все окей Отдохнула вообще Бомбезно Я бы сейчас опять Поотправилась на Мальдивы Реально Там так круто Там знаете Офигенный климат Климат прям жаркий Как я люблю Жаркий И влажный Кожа Ну все Как бы достаточно Такое влажное Кожа кстати Очень склонна к жирности Будет еще там Больше жениться Запах просто Там так вкусно пахнет Там прямо пахнет Морем Йодом Прям Климат Очень крутой Еда Невероятно вкусная Фрукты Вот я кстати На Мальдивах Я объедалась Я там ела Конечно Я не знаю Как кто Особенно Когда мы жили на На яхте Мы жили на яхте Несколько дней Неделю Мы жили на яхте А потом мы жили в гостинице Вот в гостинице Как-то вот Не знаю Мне очень нравилось Как у нас готовят на яхте У нас там был шеф-повар Который нам готовил У нас Если вам интересно Голосуйте Я вам сейчас расскажу Про отдых на Мальдивах На что мы ели Что мы смотрели Если вам интересно Выложишь видео С дайвинга Из поездки В сторис Если нужно Выложу в профиль Я просто рассказывала О том Что сейчас Мои видео Не набирают просмотры Потому что я в теневом бане Поэтому ребятки Мне очень нужна От вас активность Максимальная И сейчас Чтобы меня вывели Из бана Я сейчас не буду Хэтштеги использовать Вот сейчас Пока у меня Такое спокойствие Я ничего Видите В сторисе не выкладывала Вот Жаль батарейка Молиться Счастья тебе Спасибо Мне тоже Подобалась Твоя музыка Я лыжу И слухаю Тебе Я слухаю музыку Дремаю Классно Палочки тоже Обожаю Одновремя Жгла их Да Согласна Девочки Очень клево У меня видите У меня целый набор Я вам тоже буду дарить Видите У меня вот эти штуки Блин офигенно пахнут Всякие сердечки Их тоже вот так зажигаешь Разные ароматы Очень они классные Очень крутые Ой блин Мне очень Это все нравится Рассказываю Все короче Если вам интересно Рассказываю Короче про Мальдивы Я люблю поболтать Вот вы меня любите Короче Разговоры разводить Короче Мы приехали Мы приехали Первый день Мальдивы Девочки Ужасная погода Короче Я потом Если вам видео Если вам интересно Покажу Шторм Дождь Начинается Просто Мама получила Твою посылку С Мальдив Да Мама получила Мама как раз приехала Она была в Луганске Я ей надарила Короче Кучу подарков Я так все понравилось И маме Короче Привезла тунику Там вообще был магазин И там прям Очень крутая была одежда Там был знаете Прям хлопок Невероятно Сто процентный хлопок Который натуральный Который вот В Египте Прям хлопок Ну качество невероятно Крутое Я себе купила Маме купила Маме накупила Чай купила И тапочки Привезла Косметичку Тоже ей масла Мыло Ай Ну вот Я ей короче Куча всего Маме конечно Самый большой подарок Я маму очень люблю Поэтому всегда Я все покупаю Всегда Я подарки Дырю Всегда Я привожу Я прям очень люблю Баловать мою маму Я ее прям обожаю В этом смысле Короче Мы прилетели На Мальдивы Был ужасный шторм Дождь Мы поплыли На вот этой лодке Донья Которая называется У меня случилась Паническая атака Истерика Я плакала Девочки И мальчики Так страшные Я думала Боже Я не могла успокоиться У меня один молодой человек Который там был Он мне дал успокоительную таблетку Я проспала На следующий утро я проснулась Все нормально было Первые дни у нас был пасмурно Был дождь Потом короче Солнце Мы жили короче На яхте У нас там был шеф-повар Он нам готовил Три раза в день Вот Помимо этого Можно было Ну дополнительно Что-то заказывать Но по идее нет А какие-то там Стоки Фреши Смузи Я себе мороженое брала На завтрак у нас Короче Обычно Были Ну фрукты Всегда Фрукты Фрукты это были Манго Маракуйя Бананы Апельсины Яблоки И еще Личи По-моему Этот фрукт Нет, не личи Блин, забыла Манго Маракуйя Забыла Название корчатого фрукта Всегда были фрукты После этого нам готовили Там типа Блинчики Омлет Тунец Там очень вкусная рыба Именно тунец Там был очень вкусный Сашими Это когда свежая рыба Вот там Вот я в Москве Честно Не очень люблю Сырую рыбу Когда предлагают Всякие блюда Я почти честно Брезгую Есть А там Я ела Сырую рыбу Заливала Соевым соусом Реально вкусно Я была там уверена В этой рыбе Лобстеров нам готовили Потом кальмары Готовили Очень вкусно Всякие Еда была потрясающая Было очень много Морепродуктов Морепродукты Были каждый день Я обожаю морепродукты Там лобстеры Рыба Кальмары Потом креветки Готовили Где цветы От ухажеров Мужчины Не тормозите Ой Я если честно На свидание Не хожу И так С кем-то Так не общаюсь Поэтому Как бы Не собираю букеты Раньше В том году Я очень часто Ходила на свидание Общалась Прям Манго Марако Экзотические фрукты За границей Вкуснее рыба И морепродукты Согласна С вами Было прям Очень вкусно Было очень классно Вот Мы жили Короче На лот Но на яхте Было очень клево Мы ездили По необитаемым островам Я там Вообще Мне там Очень сильно нравилось Потому что Приезжаешь Вообще Там Никого нет Реально Там интересно Походить погулять Посмотреть Что там растет Там просто На пляжах Прям Чтобы вы понимали Йодом пахло Реально Песок Он реально Как мука Я прям Сидишь Вот так Его трогаешь Прям релакс Пяточки идеальные Были Прям знаете Короче Реально Такой скраб Я прям Напотела На тело Наносила этот песок Офигенно Короче Скрабил вообще На каком острове Отдыхала Мы были на многих островах Необитаемых островах В Мальдивах Потому что Мы с женой Были на яхте Мы вечеринки Устраивали Короче На вот этих Необитаемых островах Понимаете Ты понимаешь Что ты находишься В части света Где сейчас нет интернета На необитаемом острове Шум просто океана Боже Это было очень круто Приветик Когда мы с тобой увидимся Я тебе кстати Магнитик привезла Как ты и просил Вот Короче Девчонки Вы все должны Все себе Загадывайте желание Полететь на Мальдивы У вас это всех Исполнится Потому что у меня Исполнилось Я очень хотела Всегда Мне прям так понравилось Потом мы когда Переехали в гостиницу Мы последние Несколько дней Жили в гостиницу На территории гостиницы Там вообще все было Там был спортзал Там можно было Заниматься спортом Кататься на великах Спа было На территории спа Я говорю Самое лучшее В котором я была Короче Магазины были Потом можно было Играть в теннис Большой Маленький теннис Просто природа Очень крутая Зелень Бассейны были разные Океан Да Войдет на холостяк Иди Ты как участница Он конечно Прозреет Но ему полезно Ты бы точно победила Мои хорошие Жалко Что ты так На Сейшелы Не попала Необитаемый остров Мечта Короче Я читала в интернете Насчет Мальдивы Сейшел Почему их постоянно Сравнивают И Сейшелы считаются дороже На самом деле Не потому что Сейшелы лучше Сейшелы на самом деле Хуже Мальдив Потому что Подводный мир Он намного круче На Мальдивах На Сейшелах Он не такой классный Сейшелы стоят дороже Из-за того Что там течений Очень много И там мало Маленькие острова Мальдивы больше И то что они больше Они дешевле Хотя Мальдивы Просто лучше Намного Привет Где ты работаешь И не собираешься На Дом 2 На Дом 2 Пока не собираюсь Пока не планирую Не собираюсь Вообще Что-то вот еще Спрашивали у меня Насчет Оксаны Да Саша живет С Оксаной Которая приходила Тогда На Дом 2 Вот эта черная С губами Вот он сейчас С ней тусуется Постоянно Да Мы расстались Сашей У меня сейчас График Более-менее Разгружен Ну Давай Давай Увидимся Давай погуляем Кофе Как раз Сейчас нигде Он Сейчас не посидишь Нигде Покатаемся Кофе Попьем Возьмем В маке В окне Знаешь Там типа Окно Возьмем кофе И кофе Попьем Потому что реально Ну как бы Никуда не сходишь Мне уже скучно Уже надоедает Дома сидеть Я уже хочу Куда-то пойти Кстати У меня еще Так кожа Облазит Пипец Я прям Смотрю Я прям Как змея Просто сбрашиваю Мне мой Тоже изменил Беременной Боже Девочки Какой он Засранец Вот для меня Это вообще Вот просто дно Когда мужчина Так поступает Когда его Женщина Носит ему Ребеночка Новую жизнь Просто Его кровинушку Его генетику И вот так поступает Для меня Это конечно На девочке Это трэш Все у меня Хорошо Не считая того Что я сейчас Нахожусь В теневом бане Вот реально Девочки Если я создам Для тебя Фан аккаунт Ты будешь рада Конечно Я буду очень рада Создавайте Я всегда Всех отмечаю Добавляю И Как бы Слежу за жизнью Своих Фан аккаунтов Кофе С обычным молоком Сейчас пьешь Не Обычное Мне все равно Девочки Не подходят Я короче Ну могу его попить Но У меня муж прыщик Выскочит Этот раз И мой кишечник Не очень сильно Это любит Поэтому я пью С безлактозным молоком Либо с миндальным Либо с кокосовым Либо просто пью Американок Да Это ужасно Когда мужчины Предают Согласно Девчонке Согласно Это Это очень больно Обнимаю Так что Дань Пиши мне Увидимся с тобой Твой магнитик Тебя ждет Вот Так что Пиши реально На днях Может завтра Послезавтра Он мне пьяный Всегда говорил Что ты рожаешь Для себя А мне Карина родит А врал Что другой Потом Боже В смысле Для себя рожаешь Ты рожаешь Это ребенок Важно Это твой ребенок Его ребенок Вы его родители Что значит Для себя Фу девочки Вот Поэтому я говорю Всегда нужно Проверять мужчин До того Как вступать С ними в брак Рожать От них детей Чтобы потом Не было Таких неприятных Ситуаций Поэтому я говорю У меня Господь Прикиньте Я бы от Гобозова Не дай бог Забеременела Да это была бы Катастрофа Хотя он бы писал Я очень надеялся Что у нас будет Дочь Я такая Ну Как бы Да Это все весело Прикольно И как бы Неизвестно Если бы он Ко мне Хорошо Относился Да Маша Скоро Диплом Да Кстати Диплом Спасибо Что ты напомнил Я еще Тему не выбрала Ты выбрал Тему Реально Блин Диплом Я выбрала Сначала Короче Тему для диплома Да Я в этом году Короче Заканчиваю Институт Второй И мне Короче Ну Не особо Одобрили Я должна была Выбрать другую Я эту Другую Тему Уже Две Недели Или Три Придумаю И вот Сейчас Саша Мне написал У меня Сейчас В сердце У меня Все время Когда Что-то Про Учебу Слышу У меня Сердце Чуть Не останавливается Если честно Когда Про Сессию Про Экзамены У меня Уже Все готово В смысле Диплом Уже Готов Ты Заказывал Где-то Я тебе Короче ВЛС Потом Напишу Расскажи Мне Ты Заказывал Диплом Вряд ли Ты Его Сам Писал Потом Это Заказывал Где-то Дашь Мне Короче Контакты О Сашка Ты Хочешь Добавиться Я Тебе Сейчас Добавлю Не В Эфир ВЛС Отвечу Хорошо Я Тебе Короче Напишу У меня Точно На экзамен Вечно Всегда И у меня Господи Сессия Диплом Господи Еще Тему Не выбрала Сейчас Мне будут Выносить Мозг Что я Так Поздно Выбрала Тему Я Уверена Я Уже Представляю Вот эти Недовольные Вообще Разговоры С педагогами С научными Руководителями Ой Господи Сил Нетерпения У меня Уже Вторая Учеба Маша Я пошла Делать Фан Аккаун Жди Спасибо Мои родные Мои люди Всегда Со мной Саша Загреба Я тебе Добавляю Ты где Вообще Учеба Эта Стрелу Девочки Согласна Я Тебе Отправила Запрос Самое Смешное Что он Предлагал Я Сама На вещи Детское Много Потратила И Говорю Не надо Алименты Почему Не надо Пусть Вам Помогает И Не то Что Алименты Пусть Вообще Помогает Вашему Ребенку Это Его Ребенок Тоже Все В последнее Время Выбрала Нашла Так Я хотела Сашу Добавить Загребу Он тоже Был Участником Проекта Но Один День Но Так Получилось Что Хорошие Отношения Сложились У него Со всеми Я хотела Его Короче Добавить К нам К нам На шиперчик Если вещи Стоят Комбинезон 34 Конверт На выпуск 23 Он не работает И предлагал Бушную коляску Боже Какой ужас Алиана Сглупила Да Что за 7 лет Так и не подала На элементы Да блин Девочки А какие Алименты Саша Нигде Официально Не работает Чтобы он Он платил Как бы Элементы Чтобы он там Платил 3000 Я не знаю Сколько Он нигде Официально Не трудоустроен Я даже не знаю Как бы он Платил Элементы Но он мне вчера Видео отправил И зачем Такой говорит Я вот с Робертом Уроки учу Я вот Роберта Уроки Я думаю Ну молодец Хоть уроки Учишь Думаю И то приятно Вот Роберт Кстати Очень классный Был Я вот Видела Его фотографии Мне кажется Он будет Просто Погорителем Женских Сердец Мне кажется Он такой Хороший Мальчик Он мне кажется Такой Сообразительный Мне кажется Он такой Очень умный И мне кажется Он такой Очень шустрый Но я его видела Когда в жизни Я его видела Когда Роберта А Видела я Роберта Короче Один раз Ну Саша Нас познакомил Он не говорил Кто Я просто сказала Маша Это Роберта И он такой шустрый Прям реально Гобозов Прям номер два Прыгает Бегает Уже начинает Такой активный Такой И видно Он такой Очень такой Маленький Такой Смекалистый Мальчик И мне кажется Что у него Дай бог Чтобы у него Все было хорошо В жизни Вот Но он такой Очень харизматичный Видно Очень умный Мальчик Такой Прям реально Мне очень Роберт Нравится Классный Такой Прям маленький Красавчик Может бы Ставил бы работать Хоть какие-то бы Деньги давал Дети очень дорого Я согласна Дети очень Роберт замечательный Зачек Я согласна Мне он очень нравится Прям реально Такой Я не понимаю На кого он больше похож На Нереально не понимаю Почему Гобозов Постоянно В одних и тех самых Штанах ходят Он нравится ему Эти штаны Поэтому он ходит В них Удобно ему Плюс он же дома Точно не живет Он то у мамы То он сейчас У Оксаны живет А то видимо взял С собой один образ Вот и ходит В них постоянно Не знаю Как это комментировать Ходит и ходит Нравится ему Наверное Мне нравится Мне нравится Как ты добро Отзываешься За бывшего И за ребенка Да я от души Это говорю Искренне Что вижу Я вообще Человек Который Если кто меня знает Я вообще Ни о ком плохо Не говорю Все кто со мной знаком Знают Что я обычно Всегда Либо нейтралитет Держу Либо Хорошая Я не люблю В негативе Вариться Роберт Больше похож На папу Алианы На Алиану Похож Да Но мальчик Я думаю Что А Роберт же еще Со мной В один день Родился 13 мая Понимаете Люди Которые Рождены 13 мая Это тельцы А тельцы Это самый лучший знак Еще те Которые Рождены 13 мая Потому что У Роберта Ну все Блин Представляете Мы с ним В один день Родились Там еще Как бы Прикол Кэтагобозов Говорит У меня У сына 13 мая День рождения Я говорю И у меня Говорю 13 мая И у нас Даже эфир Был на эту тему Где он Такой Говорит Я буду Проводить Сыном Я такая Ну это же Мой день рождения Он такой Я не буду С тобой Проводить Этот день День рождения Моего сына И там Как я помню Был даже Эфир На эту тему У Глобозова Внешность Не ахти Конечно Не красавец Зато Харизматичный Очень И умеет Красиво Говорить И тем самым Покорял Всегда Девочек Вообще Мужчина Ну Ему Не обязательно Быть очень Красивым Мужчине Обязательно У него Должны быть Поступки Красивые Не слова Как у Сашки Голбозова А поступки Действия Я говорю Сама куплю Коляску Боже Какой ужас Я вам Искренне Сочувствую Я желаю Вам Сил Терпения И мне Очень жаль Что вы Видите И встретили Такого Мужчину И у вас Такие Отношения Что он Так безразлично Относится К ребенку Для меня Это боль Я не понимаю Как мужчины Вот так Ну Так могут Каким Тональником Пользуешься Девчонки Вообще Сейчас не пользуюсь Тональником Я не помню Когда в последний раз Я делала макияж Я сейчас как бы Загорела Я пользуюсь Только Какими-то Уходовыми средствами Кремами Там Не знаю Косметикой Вообще не пользуюсь Плюс у меня сейчас Ресницы нарощены И брови У меня свои черные Не крашу Поэтому я сейчас Давно уже не красилась Но у меня еще Сейчас тональника нет Вы не поверите У меня сиси крем Который мне еще Гопоза дарил Это Сенеля Ну Сейчас он не очень хороший Но с кремом Смешивает нормально Вот А сейчас потом Пойду себе покупать Представите Пока нужды нет Пойду себе Бориан покупать Вот Красиво говорить Могут многие Надо делать С делами у Саши Проблема Но женщины До сих пор верят Да Ему верят Ему многие верят Он реально Он умеет Очень клево Пудрить мозги Реально Он умеет Это делать Он просто артист Разговорного жанра Реально Он реально умеет Запудрить мозги Он очень умеет Красиво говорить Очень умеет Прямо Молодец У вас был интим Саша на проекте Или нет Потому что Не такой вопрос Я могу сказать Что мы жили вместе Я просто не хочу Так сильно Вдаваться в подробности Сашка Не худший вариант У всех свои недостатки Не ну Если Смотря С чем сравнивать Конечно А кто Шлюшки На проекте Потому что Я не знаю Кто там Кто Шлюшки На проекте Благодарю тебя Ты классная Красивая Тебе настоящего мужчину Встретить Его сестра Против меня И друг настраивал И брат постоянно Да уж Это очень жаль Что у вас Видите Что вот так Все сложилось Но у вас Как ребенок И должны Пойти навстречу Общалась Сашей Просто Подписчица Он много Воды Льет Вернись На проект Сашку любят женщины Он добрый Умеет Ухаживать Красиво Знает Подход Я не знаю Реально Его очень Многие Любят И моя мама Говорит Сашку любят За то Что он Очень простой Вот это Его простота Очень сильно Привлекает Людей Вот Он умеет Просто красиво Говорить Даже Понимаете У меня Я вам сейчас Расскажу По секрету Мой папа Он очень похож На Гобозова Не только Внешне Но и По характеру Он очень Умеет Красиво Говорить И вот Мой отец Всегда Меня учил Не обращать Внимания На таких Мужчин Как он Он реально У меня Всегда Прямо Говорил Он говорит Маша Вы женщин Любите Ушами Я Говорит Как мужчина Всю жизнь Этим Пользовался Вы женщины Любите Ушами Вам Красиво Навешают Вас Эта потребность Он говорит Никогда Не ведись На это Никогда Всегда На поступке Всегда Проверяй его Мужчина Говорит Ты мне нравишься Влюблен Ага Влюблен Окей Что ты можешь Сделать Для меня Реши Мой вопрос А как Ты за мной Ухаживаешь Он говорит Всегда Чтобы тебе Дарили подарки Всегда Он говорил Меня Ещё этому Учил мой отец Всегда Говорит Мужчина Если ты ему нравишься Он должен Дарить тебе подарки Если он не дарит подарки Он там Балабол Он захочет Тобой Просто попользоваться Всегда Проверяй мужчину Всегда Смотри на его поступки Он говорит Я сам такой Видите Это когда Мужчина Сам такой Но он не хочет Чтобы с его дочерью Были такие ситуации И он Меня всегда Вот этому Учил Потому что Мой отец Он очень похож И внешний И он тоже Такой же Артист Разговорный Жанр Он может Продать Кому Что угодно Он такой Общительный Они очень Похожи Я вам Серьёзно Говорю А если у него Нет денег На подарки Ну значит Как он может Строить семью У него нет денег А как вот Если он встречается С девочкой Она забеременена Что опять Если у него Нет денег На подарки А на семью У него будут А на детей У него будут Девчонки Ну уже Соображайте Если у него Денег на подарок Значит на семью И на ребёнка У него тем более нет Зачем он такой мужчина Чтобы самой Потом это всё тащить На красивых ухаживаниях Всё заканчивается Для семей Саша не годится Он и сам это знает В глубине души Нестабильно Расхлябан и переменчивый И бизнес Я с ним бы не имею Конечно бизнес Какой с ним бизнес Бизнес Это не его Я уже тоже Это поняла Как бы он красиво Не говорил Но он не Да Меркантильная Очень Если у мужика Нет возможности То он недостоин Для девушки Да Недостоин Я так считаю И мне всё равно Пусть меня Хоть считают Что я меркантильная Пусть меня камнями Закидывают Мне пофигу Я считаю Что нет Потому что Как этот мужчина Любовь Отношений И вдруг девушка Случайно беременна Ну вот так получается И что потом И что потом Девочки Потом Как вы будете Воспитывать этих детей Сами будете Понимаете Саша не для брака Либо для богатой Для богатой женщины Которая старше его Которая будет его содержать Вот так бы я сказала Ну вот Оксанка Как раз Она же там Как бы и достаточно Уже лет Не знаю сколько ей лет Может 50 лет Где-то Вот Поэтому как раз Такая вот ситуация Мужчина всегда должен Поступками Понимаете Это не всегда Как бы Как бы денежные Да я привела Поступки Но Есть ситуации Когда Нематериальные Мужчина их может Решить И очень сильно Показать В отношении К себе Здесь очень знаете Тонко-тонко Нужно смотреть Всегда Не всегда Иногда есть такие ситуации Вот у меня были ситуации За мной ухаживали Допустим Мужчины До проекта Они дарили подарки Все Но я чувствовала Что У них нет ценности Ко мне Ну как бы Для них легко Купить этот подарок Они как бы Достаточно богатые Обеспеченные Но Нет ценностей Вот тут тоже Надо всегда Это всегда нужно Чувствовать Смотреть Это короче Целое реальное искусство Взаимоотношения Мужчина и женщина Только ради любви Секса Тебя антимно Влекло Ко позу Да Влекло Очень даже Не буду брать Что очень даже Влекло У него очень такая Знаете Харизма Темперамент Нормальный Привет умничка Правильная мотивация Для всех женщин Ты не меркантильная Ты практичная Кстати да Я очень практичная Реально Вот это есть По мне правда Вот у меня есть Я телец Телец Они все практичные Практичный знак Поэтому Извини за Нескромный вопрос Да нормально Я уже после Дома 2 Ко многому Привыкла Саша Девушка Нужна Которая С ним Саша Девушка Которая Сейчас с ним На мужика Похоже Брови Огонь Спасибо Дом 2 Вас связывал В обычной жизни Вы бы не встретились Но он опытный мужчина В плане секса Поэтому Да Мы бы В Дне Дома 2 Вообще бы не встретились Я даже не представляю Где бы мы могли С ним пересекнуться Зайдем в гугл Почитайте Что такое меркантильность Желание Комфортной жизни Это другое Я дева Тоже практичная Да вообще Мы все знаки земли Мы достаточно такие Приземленные Практичные Нам важен комфорт Нам важно Такие земные удовольствия Очень важны Мы не где-то парим В облаках Нам нужны мечты Реальные Нам нужны цели Которые Знаете Чтобы все было реально Вот это про нас И вот я Действительно Такая в этом смысле Ой Музыка погасилась Что мы что С вами 2 часа Уже сговариваем Да Брови Хороши Огонь Красить Не нужно даже Да Это правда Я даже не крашу Брови Просто ламинирование Делаю Коррекцию И все Спасибо Вот Поэтому Я говорю У меня это Как бы Сложено С молоком Матери В том смысле С словами Моего отца Поэтому я всегда Тебе было хорошо С ним в интимном плане Он тебя удовлетворял Какие у нас разговоры Прости За такой Открытый вопрос Да Сашка В этом смысле Молодец Очень даже Он очень хороший Ёбарь Блин Я это сказала Хук Ой Маша Сохрани эфир Ой Не знаю Такой эфир Тут у нас Все тельцы Любят хорошие квартиры Машины Вещи красивые Я тоже телец Даже яйца в магазине Беру самые дорогие Молодец Все тельцы Они такие Девочки Я тоже Мне надо Чтобы все было Красиво Все было уютно Поэтому все Видите Свечи Покупали Аромопалочки У меня Куча Разной Не знаю Косметики Вот это Все Чтобы было Удобно Комфортно Мне прям Это важно Прям очень Еда 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 Реально Чтобы было Все вкусненько Все это Вкусно Покушать При этом Все время Я говорю Сейчас ничего не ем Вот я с вами Пообщалась У меня хоть аппетит Какой-то появился Я после прямого эфира Пойду хоть покушаю Потому что Дома сижу Поэтому Как бы Ничего не хочется Кушать Маша Огонь Мне кажется Если это вырезать Это просто будет Это видео Должно Разлететься Просто Видите Девчонки Я с вами Так откровенно Как со своими Подружками Я вас Обожаю Почему у вас В музыке Ничего не сложилось Ну потому что Это Не знаю Саша Вот такой Обещал мне много А в итоге Он Дуля с маком У меня есть даже видео Где мне Он обещает Айфон подарить Новый Где он говорит Если ты сейчас Это сделаешь Я тебе обещаю Подарю телефон Ну в итоге Нет Телефон Ну в итоге нет ни телефона Ни габозого Ничего нет Понимаете Да У меня Когда мой бывший Занял денег Я поняла И таки Отказалась Права Не давайте Мужикам Деньги Конечно Никогда Девочки Никогда Никогда Мужчинам Не даем Деньги Я вот это Вообще Не понимаю Я против Этой позиции Вообще Приветик Всем Кто Пацанка Настюшка Моя Ёбарь Да и только Реально Девочки Весело Рассмешил Раз он Такой Хороший Ёбарь И энергетика Офигенная Чего я ему Не давала Так долго Девочки Потому что Я Реститутка Мужчина Должен добиваться Он должен был Пройти Вот эти Круги Ада От меня Я должна Был Понимаете Если бы он Все быстро Так получил У него Не было Ко мне Интереса И такого Желания И вот Это Он бы так С ума Не сходил От меня А так Как бы Я его Проверила Я проверила Что он серьезно Настроен Ушла с проекта И поняла Что он реально В меня влюблен И только тогда У нас все произошло Я и в жизни Реально и так Потому что Я очень долго К себя не подпускаю Мужчину У меня нет такого Что Захотела И пошла Нет Мужчина должен добиваться Мужчина должен Пройти Круги Ада Я должна быть Уверена в нем Я должна понять Что я ему Реально нужна И только тогда У нас может быть Что-то А так нет Что девочки Цените себя Мужчина должен Вас добиваться Он должен Своими поступками Показать Что вы Не для него Развлечение Не на одну ночь А то Что вы ему Действительно Нравитесь Что действительно Он хочет с вами быть Пусть он ухаживает Пусть он вкладывается Пусть он Решает какие-то проблемы Пусть он энергетически Выдерживает вас Проверяйте его Проверяйте Всегда мужчин А потом уже только Знаете Самое сладкое Не надо все Если вы ему Смотрите Мужчины Они все По своей природе Завоеватели Им нравится Добиваться Им нравится Что-то Им интересно Они кайфуют От этого У них интерес Разжигается И поверьте Чем больше Мужчина добивается Женщину Тем больше Он ее ценит Вот согласитесь Когда вам что-то Легко далось Ну просто Вам бесплатно Что-то перепало Или там Вы же это не цените А когда вы чего-то Долго добиваетесь Ходите Ищите Там не знаю Много денег Какую-то вещь Вы покупаете Уже много денег Вы же ее больше цените Чем какую-то недорогую Вы думаете А да ладно Куплю еще такую Вот так и здесь Как бы это странно Не звучало Реально Вот мужчина должен Понимаете Помню этот эфир В шале Не телефона Не габозова Сливаться Но сливаться Он умеет Так же хорошо Как и ухаживать В начале За счет Да он же ухаживал За счет проекта Все цветы Все это было За счет проекта Поэтому меня это Раздражало Потому что я понимала Что это все Как бы проект Думаю А в реале А в реале Думала Какой ты Вот Маша Я сделала фан Ура У меня еще Появился Один фан Аккаунт Класс Спасибо вам большое Еще один Привет Милаша Привет Мужчина должен Завоевывать Он охотник Да Девочки Вот именно Сто процентов Ты с габозовым Вместе Нет Не вместе Мы разошлись Да Уж сколько У меня вопросов Про габозова После габозова Еще не появился Другой лучше Ну Не буду рассказывать Главное Чтобы такие Как Мартинчик Не попадались Ой Мартинчик Это еще Это другой Знаете Другой Экземпляр Интересный Они Каждый Интересный По-своему Но Все равно Не те Главное Так Это я уже Почитала Привет Привет Ухаживание На проекте И вообще В принципе Это проект Проект Покупает Конфетки Роллы Цветочки Шарики Вот эти О боже Тема Такая характера. Марсинчику нужен гарем. Молодец Гобозов. Хоть чем-то помог. Не халявщик, словнее. Он молодец. Он старался. Он реально старался, честно могу сказать, по своим возможностям. Он старался, реально. Ну, я видела от него симпатию. Он старался для меня. Не буду врать, он реально старался. Жесть, я думала, мужчины за свой счет покупали. Какой смысл тогда этих укаживаний? Вот, вот, девочки, я же вам о чем. Поэтому я всегда так злилась. Потому что я понимала, что это цветы проекта. Что это все проект. Все проект. У меня пока мужика нет, брат мне дарит. Его жене повезло. Я его воспитала. Очень круто. Какая вы умничка. Женщины голодные и сексуальные неудовлетворенные. Ты супер. Спасибо. Поэтому, девочки, все, что вы видите, да, это мальчикам помогает. Проект. Давайте еще парочку вопросов. Я буду выходить с прямого эфира. Пять вопросов еще, на которые я отвечу. И буду уходить. Ну, то, мне кажется, на этот сентябре уже даже кушать захотела. Да, он от души это делал. Но не богат, зато чистого сердца. Я это очень сильно ценила, девочки. Я очень сильно это ценила. И вдохновляла его, и благодарила, и реально я это ценила. К Даве надо немножечко настойчиво тебе быть. Сломается перед твоей красотой. Ну, спасибо. Старался, но ненадолго. Ненадолго его хватает. Помню эфир, как мальчики на проекте скинулись на стульчик для Роберта. Роберта подарили, пока Саша гулял. А, это еще в тот период, да? Когда, получается, еще с Лианой он был на проекте, да? Ужас. Ужас. Какой позор. Ужас. Страшная очень. Это вы о себе пишите? О себе пишите информацию, знакомитесь за мной. Расскажи про розовые и зеленые, и какие еще там сети? Какие сети? Это вы имеете в виду Инстаграм, розовая социальная сеть, зеленые, это Ватсап. Красивая, спасибо. Ты такая страшная. Да что вы говорите? Серьезно? Я очень расстроена вашим комментариям, честно. Вы меня очень расстроили и ранили мою тонкую душевную организацию. Вам, наверное, стало легче после этого. Если вам стало легче, то я очень рада. Ваша энергия возвращается к вам же. Да все у нее за счет проекта дело. Даже роли не дают актеры. Я был на проекте. Все это знаю, вы были на проекте. Красивое. Спасибо. Очень открытое и приятное множество. Спасибо, мои хорошие. Очень приятно. Очень люблю вас. Привет. Привет. Возвращайся, мои любимые. Спасибо. Возвращайся, мои любимые. Спасибо. Да, если бы ты смотрела старые... Слушайте, я, если честно, некоторые эфиры смотрела старые. Ну, мне попадались нарезки. Бедная, а строишь от себя обеспеченную. Я не строю из себя обеспеченную. Я не строю из себя никого. Я такая, какая есть. Где я строю из себя обеспеченную? Я не говорю, что я миллионер. Это бред. Такой бред вы пишете, вот честно. Вот реально глупости. Реально глупости. Короче, смотрела я старые эфиры, где-то нарезки. Боже, он реально себя ужасно ввел. Но у него иногда вот это до сих пор, вот это в нем выстреливает. Я говорю, вчера он со мной разговаривал, фу, так неприятно было. Вот это его... Не хочу больше... Что-то какую-то звезду себе рисует. Но у него есть вот это. Это его тормозит. Нет, эфир не буду сохранять, но я уверена, что его уже записали и выложат на YouTube. Я уже не раз это видела, когда... Хотя может и сохранил. Так, там сейчас скачков и куриц набрали. Тоже мне курятник Дом 2. У тебя глаза подведены сейчас? Нет, это фильтр. Посмотрела тебя, пойду на работу с хорошим настроением. О, что, утро сейчас или в ночь работаете? Блин, спасибо большое за приятные слова. Я очень рада, что я вам поднимаю настроение. Дом 2 уже не тот, как был раньше. Там делать нечего нормальным людям. Обитель разврата. Екатерина ЦМА без печи у меня в днях попадали на резки. Как он жарику выбил. Боже, какой ужас. Слава богу, что он у меня не поднимал руку. Один раз в девочке была такая ситуация. Короче, грязные волосы, как всегда. Окей, пусть будут грязные. Короче, была такая ситуация. Мы были к Денаморе. Мы с ним поругались, он был там пьяный. И я помню, короче, что он меня схватил. Он меня схватил, короче, за шею вот так. И стал трясти. Я говорю, ты на меня руки еще поднимал. Короче, мы так поссорились. Я выбежала с комнаты. Я выбежала с дома. Я побежала. Я пыталась себе взять билет. Я не могла. Меня все трясло. Короче, я так вообще, ну, просто очень сильно плакала. Меня, нас помирили тогда друзья. Меня успокоили. Ну, попросили остаться. Вот. Но я помню, что как бы реально была очень такая неприятная история. Вот один раз. Ну, я не могу сказать, что меня прям ударил. Слава Богу, нет. Но он меня прям так схватил за горло и стал трясти. Ну, это было ужасно. Реально ужасно. Больше никогда не было таких ситуаций. Слава Богу, что он меня не поднимал руки. Я очень сильно рада. Утро на Дальнем Востоке сейчас. Офигеть. Мартинчик зажигает селеной Майер. Ой. Мартинчик совсем не зажигает. Это же Мартинчик. Хороший цвет волос. Спасибо. Ладно, ребяточки. Я буду выходить с прямого эфира. Я очень рада, что я сегодня с вами пообщалась. Вы такие у меня все классные, положительные, добрые, веселые. Вообще, у меня самые лучшие девочки. У меня самая лучшая женская аудитория. Самая осознанная, самая приятная. Саша может леща дать. Он с пыльчевлян. От него получала я не раз. Кавказский темперамент. Это да, есть такое. Маша, понятно, почему ты на проект не хочешь. Потому что Габозов собирается туда. Габозов собирается на М2. Но я не люблю, конечно, если он вернется. Хорошо, сохранил эфир. Хорошо, сохранил. От вас тогда лайки и комментарии. Очень много, мои хорошие. Потому что я сейчас в теневом бане. И поэтому это сейчас видео я не знаю, как выкладывать, не выкладывать. Потому что у меня получается такая ситуация, что я в теневом бане. Мои видео не показывают. Поэтому если вы меня любите, я просто уже хотела страницу удалять. Если вы не хотите, чтобы я удаляла страницу, от вас максимальная активность. В сторис, в постах, прям везде пишите. Поддерживайте меня, чтобы я вышла из теневого бана. И тогда я сохраню эту страницу. Потому что если мои страницы дальше будут в теневом бане, и не будет никакого развития, мне придется ее удалить. Вот. Вот так вот. Чаще выходи в эфир. Ты умничка, что держишься. Насчет чего я держусь? Я заметила, что ты стала редко. Редко выходить в прямой эфир или попадаться у вас в сети. Потому что я заживаю своей маму, гляньте, не высвечиваюсь. То есть, прикиньте, потому что меня просто инстаграм блокирует. Я вот даже сегодня к вам, чтобы выйти в прямой эфир, с пятого раза зашла. Меня эфир не выпускали. Я думаю, ну все, короче, меня заблочили. Думаю, сейчас даже в эфир не выйду. Потом, слава богу, я вышла к вам в эфир. Представляете, девчонки? Мама с ней не высвечусь. Она говорит, я ищу тебя. Она набирает меня, чтобы посмотреть меня. Моя мама мало на кого подписана. У нее там 20 подписчиков. Мне 25 лет. Поэтому, девчонки, да, поддерживайте меня. Я вас очень сильно люблю. Дай бог, чтобы... Я знаю, что все будет хорошо. И у меня, и у вас. Все, я вас люблю, мои хорошие. Я выхожу, сохраняю эфир, как и обещала. Для вас. Мои-мои любимые. Мои цветочки, мои лепесточки. Наверное, я жаловалась кто-то на твой профиль. Наверное. Наверное. Хейтеры жаловались. Поэтому я сейчас в теневом. Все, я вас люблю. Всех целую.